Здравствуйте, в эфире программы «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Андрей Шкуратов, арт-директор клуба «Озонлайф» и Игорь Стежков, директор клуба «Магазина Жесть». Ребят, здравствуйте. И вот собрались мы сегодня здесь для того, чтобы вы рассказали нашим телезрителям про замечательный фестиваль, тату-фестиваль, который скоро пройдет в нашем городе. В общем, приступим. Наверное, сначала скажите, где, как это выглядеть будет. Сначала скажем, где. Это будет проходить в, скажем так, уже не очень новом клубе «Озонлайф», который у нас существует уже, работает три месяца. И пока все идет замечательно. И мы решили для того, чтобы полностью охватывать весь спектр культуры современной, неформальной, провести такое мероприятие, как тату-фестиваль. Но это поскольку все-таки у нас рок-клуб, там будет не только как таковой фестиваль татуировок, но и большая, как говорится, богатая программа. Кроме большого рок-концерта, в котором будут участвовать около 8 или 9 групп рязанских, и не только будет проходить само по себе вот это мероприятие, тату-фестиваль. Плюс будет выставка кастом-работ, кто не знает, сейчас расскажу, мото-мастерских и выставка работы рязанских художников. Кастом-работа, это уже, к слову говоря, это когда наши байкеры, ну, не наши, в данной ситуации наши, да, по-моему, даже не только, сами что-то доделают свои мотоциклы, которые без того очень красивые, они их там доделают, как говорится, тюнингуют, что ли там. Это же называется кастом-работа, мотоциклы становятся очень красивыми, ну, очень такое зрелище интересное, и это все тоже будет выставлено у нас. То есть мотоциклы будут в клубе? Мотоциклы будут в клубе, как-нибудь затащим. А про сам тату-фестиваль уже вот у нас Игорь, он у нас больше в этом деле разбирается, поэтому он у нас как раз занимается всеми вот этими тату-составляющими. Ну, тогда да, давайте с Игорем разбираться про тату-составляющие. Какие составляющие ожидаются на фестивале? Сначала, как все это начиналось. Первый тату-фестиваль, к сожалению, неудачно. Мы пробовали повезти в Планетарии в 2013 году. Ну, неудачно было из-за того, что опыта было мало, и подготовились мы как бы не очень хорошо. Фестиваль прошел, конечно, на ура, но мастера были очень многим недовольны организацией. В этот раз мы решили исправить все свои ошибки. Но, по сути, как все это будет происходить? Тату-мастера, причем не только из Рязани, там будут из Воронежа, из Липецка, из Нижнего Новгорода, ну, больше 20, это точно. Вот на сегодняшний момент их 22 человека. Вот, они будут работать прямо при зрителях, будут бить вот эти вот картины. Где жертвы будут брать? Жертвы уже готовы, причем уже очередь. Пришлось многим отказать, потому что мастера, которые у нас принимают участие, ну, такие вот сильные мастера. Достаточно много известных людей. Но есть и, наверное, двое совсем молодых, которые будут показывать тоже свое искусство. Но отбор происходил, как мы смотрели работы этих мастеров и выбирали, кто из них достоин как. То есть, брали далеко не всех. Как жертвы выбирали? Жертв, ну, во-первых, приоритет был в выборе мастеров. И, кроме того, у нас был создан сайт мероприятия, где каждый мог записываться к мастерам. То есть, они уже общались в личке с ними, ну, ВКонтакте, давали свои эскизы. И мастера, с мастерами обсуждали это дело. Мастера в результате выбирали ту модель, которая им наиболее подходит. Так вот, мастера у нас будут работать прямо при зрителях. Будет фиксироваться каждый этап создания вот этой вот работы, можно сказать, картины, которая потом будет у нас на экране виден, когда мы будем представлять каждого участника. И потом подведение итогов. То есть, на работу мастерам, ну, они придут немножечко раньше зрителей, могут начинать работать раньше. Где-то часов до девяти они работают. Потом подведение итогов. Жюри у нас будет очень сильное. То есть, жюри будет оценивать уже работы, которые сделают именно на фестивале? Да. Но не только. И на фестивале, и тату-годы тоже будет. Там несколько у нас будет номинаций. Мне хочется добавить здесь, что мероприятие будет проходить в двух залах. В самом непосредственном зале «Озонлайф», где будет проходить концерт. А в соседнем банкетном зале, разумеется, вход и туда, и туда по браслетам, которые будут выдаваться. Но они там находятся практически как сообщающиеся. В этом зале, в банкетном, там будет проходить все это непосредственно работа татуировщиков. Там же будут все эти выставки. То есть, будет и где громко, и где тихо, и опять-таки будут все всякие там бары работать и так далее. То есть, вот такое мероприятие многоуровневое. Но можно будет и одновременно смотреть концерт. Можно. Хочешь, посмотрел концерт, если там, предположим, какая-то группа тебя заинтересовала, посмотрел ее. Потом выходит другая и иди, пожалуйста, посмотри, как там мастера работают. Посмотри картину, посмотри мутацийку. Андрей, кстати, какие группы? Ну, группы рязанские достаточно неплохие. Сейчас перечислять мне не хочется долго. Скажу, из Москвы приезжает очень хорошая группа. Наши старые друзья. Группа под названием «Москорок Сити», которые будут хедлайнерами. Они, ну, одна из таких самых известных в России кавер-групп, которые играют, ну, свои версии классического песен, классического хард-рока. Кис, там, Iron Maiden, ACDC и все такое. Вот они будут завершать концерт. Вот так, конечно, все рязанские группы и стили абсолютно разные. И русский рок, и металл, и реги, и даже рэп, там, можно сказать. То есть, вот, все-все-все намешано. Ну, захотелось сделать, чтобы было все. То есть, все было круто. Да. Вот, кстати, у меня такой вопрос насчет татуировок. Да, ну, вот как ни крути, но набить татуировку, все-таки это дело такое, ну, не сказать, чтобы рискованное, да, но люди относятся к этому по-разному. Вот в плане безопасности, вот того, что это делают, ну, в клубе, не в каком-то там специальном месте, да. То есть, все это будет простерилизовано, все это будет безопасно. Это вот однозначно, можете сказать, да? Естественно. Во-первых, мастера будут работать одноразовыми иголками, то есть, вскрывать будут прямо на месте. Кроме того, все обезвреживающие средства у них будут. Столы они будут накрывать тоже пленочкой, которая у них всегда с собой. Ну, в общем, безопасность мы гарантируем, конечно, для здоровья. Вот психологическую безопасность не сможем гарантировать. То есть, если кто-то придет и увидит, и тут же захочет себе тоже. А, ну, это во-первых. Во-вторых, есть мнение, вот, например, у меня друг Валера Белый, он далеко не все татуировки бьет, которые хотят люди. Потому что он говорит, что татуировка очень здорово влияет потом на последующую жизнь. Насколько это правда, я не знаю, но он в этом абсолютно уверен. Поэтому к нему приходят и просят набить какого-нибудь дьявола, он этого делать просто не будет. Ну, вот, кстати, вот, другой стороной, правда, сидите, но я заметила, что да, что у вас вот у обоих татуировки влияют как-то на жизнь. По-моему, да. Я не знаю, татуировка поменяла жизнь, или она уже сама к этому моменту менялась. Но после того, как я ее набил, да, действительно что-то изменилось. Но я бы сказал, для меня в лучшую сторону. Вот говорят, если человек начал делать татуировки, то он уже, ну, как бы с трудом останавливаться будет, да? Не боитесь оба идти на фестиваль? Ну, неправда, Наташ, я первую татуировку сделал несколько лет назад, и пока у меня больше ничего нет. Я остановился на одной. А вот кое-кто, вот, похоже, не может остановиться. Нет, ну, вот зря. Вот эта вот татуировка у меня уже, да, 10 лет как набита. Ну, а здесь сын у меня тоже татуировщик. На ком есть, на ком еще. На ком-то тренироваться. То есть вас обоих можно, в общем-то, смело отпускать на фестиваль? Ну, нет, очень хочу еще, все время не хватает времени. Я вот тоже хочу, но я не знаю, чего я хочу, чтобы это вот мне нравилось всегда. Поэтому я вот очень избирательно к этому подхожу. Я очень долго думал, какую набить, вот долго-долго-долго, потом созрел. У меня идея двух татуировок, но пока одну никто не может нарисовать, по моим мыслям, я-то не художник, вот, а другую пока никто не берется набить. Ну, найдем мастера. Ну, в общем, я думаю, вот этот вот фестиваль, он располагает к тому, чтобы, да, из этих 22 человек все-таки найти того самого. Ну, в общем-то, подводя итоги, наверное, это концерты, мотоциклисты, татуировщики, или вот мы что-то пропустили? Нет, еще, конечно, выставка художников. Ну, Андрей Гвалы, там не только рязанские художники. Наш друг из Москвы, Валентин Шунков, будет 8 художников в результате. Сколько картин приблизительно у нас планируется? То есть, картину где-то около 40. Они будут висеть? 40-50. Они будут висеть, люди смогут общаться с художниками, если захотят приобрести картины, соответственно, могут поговорить. Непосредственно продажи картин там не будет. Но с художниками можно пообщаться. В общем, приобщаться к любому искусству можно будет, в том числе и к высокому. Да. Вот какие мы молодцы. А низкого там и нет искусства. Все высокое. Ну что ж, ребят, еще раз давайте, когда и где. Ближайший суббота, 16 апреля, клуб «Озонлайф» в здании города развлечения «Озон». Там найдете, там без проблем. Все очень просто. Внутри большой фестиваль, тату-фестиваль с рок-концертом и многим-многим другим. Ну что ж, спасибо вам, ребята. Приходите, дорогие телесрители. Напомню, что в гостях у меня сегодня были Андрей Шкуратов, арт-директор клуба «Озонлайф» и Игорь Стешков, директора клуба-магазина «Жесть». Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова